сделали поручик выходит значит дверь держит оба окно открыли фук свечки задумала темно как в жопе у кого будет все-таки эпично если у нас эфир сейчас идет все время работать работать работаем ну слава богу значит тогда ой да 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 все вверх так эфир уже есть идет пишут но слава богу мы тут дважды уже включались и выключались не ничего у нас почему-то не получалось нам тут писали что темно как у негра вот тут анекдот по этому поводу рассказали думали что вы слышали его ночью значит сегодня у нас 11 мая 2016 года канал артподготовка программ плохие новости я вячеслав мальцев со мной в студии сергей валерий до новой исторической эпохи осталось 542 дня звук фонит там потрогайте все разъемы разъемы чтобы не фонил они тут сейчас я послушаю значит вчера у нас хотели бы сказать по поводу парадоксальной ситуации вот мы вчера говорили про тех бабушек которые одна покончила собой одна там фактически от голода померла они участницы войны и вот когда эфир закончился первое я что сказал я грел подумал о том что следующий году в этом как он полк то это называется я все время забываю бессмертному полку понесут и фотографии вот этой бабушки которая голода ну и еще той которая сгорела из-за того что у нее за неуплату отключили там газ и так далее из того что печку не смогли ник никому был переложить так что такие вот дела так что и про этих у нас вчера спорт такой был как же вот этих выставляют снайперов на красной площади а вдруг они путина застрелят они не боятся то есть я думаю что их выставлять мы пришли к выводу что их выставлять но без патронов чтобы они пугали все-таки наш анекдот и мое предположение что может быть мы уже в эфире попали в еще серьезно как мы же нам трансляции вроде ну ладно неважно это не страшно так тут вот путин значит остался доволен проведением ночной хоккейной лиги они по ночам в хоккей играют чем днем занимаются непонятно вот по ночам играют в хоккей причем путин там вол говорят забил я сам такой бред не смотрел и от шо характерно он выступает под 11 номер значит к 11 номер на так сказать сленге оперов барабанщик барабанные палочки в лотон барабанщик то есть тукач один стына стукач ну правда еще говорят там поедем на 11 номере то есть ну пешком пойдем как на на чем поедем на одиннадцатом номере вот и связи с этим вспомнилась деталь любопытная да что в путин он же хотел в губухе работать еще ты когда в школе учился он пришел как там у него написано его и воспоминаниях во всяких книг книжонка которые про него пишут все что было не со мной помню как в песне да вот и он там рассказывает о том что он в детстве еще пришел в приемную кгб напрашиваться в работники ему сказали что надо юридически закончить а уж а после начата хотела в саратове проходило подобное мероприятие в хоккей в кристалле играли и радаев там тоже участвовал в этом все это же он забил да конечно забирать причем это выглядело просто очень смешно потому что ну стоять на коньках то может стоять может да забивает с трудом смешно это выглядело потому что ну там люди какие-то пришли смотрят на все это дело а по задумке радаев должен был забить последний гол такой окончательный причем они играли против каких-то я так понимаю против хоккейной команды настоящий вот и что только они не делали и пасы мусами отдавали лишь бы он забил уже время продлить только ради рада его люди уже заждались просто когда нас выпустят отсюда и вчера между прочим была такая ситуация вот я только хотел рассказать вот говорите не смотрится такие глупости а я вчера наткнулся на трансляцию хоккей с путиным и мало того что ему там тоже всевозможно отдавали передачи перед ним падали соперники лишь бы он только до ворот доехал так его еще и всячески пытался оправдать комментатор то есть там это выглядело примерно так шайгу с шайбой там буре с шайбой путин путин посмотрите какой путин то есть это выглядело примерно так я посмотрел ровно 10 минут и в эти 10 минут произошла ситуация когда путин вышел один на один с воротами не попал по шайбе вот это беда и комментатор как оправдался знаете он будет посмотрите какой ложный замах у владимира путина то есть просто по шайбе не попадает какой прием какой ложный замах ложный замах у него постоянно ложный замах у этого путь куда бы он не бил везде ложный замах самарский ветеран великой отечественной войны рассказал как полицейские не пускали его на парад какой вот 90-летний виктор султанов пришел на парад за 10 минут до начала его туда не пустили потому что губернатор начал уже выступать меркушкин ну наверно чтобы не отвлекали губернатора читать по бумажке горит какую женщину ветеран горит не пустили и и его но потом все таки кто-то там вышел и пропустили ветерана какой-то часовой бессмертную душу не хотел пускать ужас ну вот можно было бы высказаться относительно речи ценности речи николая меркушкина 5 которая нужно наверно ну даже даже не охота честно вот оно само событие очень часто бывает так что само событие никаких комментариев не требует этика все время со мной спорил он говорил что нет вот ты должен прокомментировать чем там не случилось есть вещь который не надо комментировать потому что отрабь берет можно прокомментировать только одним словом вот и все МиГ-31 совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми да в гражданском аэропорту сел МиГ ты знаешь это очень сильно удивляет но потому что у любого самолета и кто летал на военных самолетах я это делал как бы все очень четко особенно вот у самолетов четвертого поколения все понятно да и у других тоже то есть есть основной аэродром до которого он отсчитывает все есть запасной аэродром до которого можно переключить все и он сразу все пересчитает есть еще один вариант еще один но я не знаю насколько там много в Перми таких запасных аэродром я думаю что они есть площадки тем более для 31 мига что там надо чтобы вынужден посадку совершить раньше вот эти аэродром подскока везде были 400 метров то есть теоретически ну конечно может и не уложиться с парашютом с реверсом ну вроде как должен да там особенно ловить нефига если самолет сломался вот он совершил посадку в аэропорту то есть возможно это был не местный МиГ-31 я думаю что это возможно был тот МиГ-31 который до этого пролетел над Красной площадью просто возвращался ну или откуда-то возвращался и кстати вчера мы говорили вот вы сказали о том что такая особенность есть что вы говорите о чем-то да и там вот про диалог с телевизором был разговор а помните пару дней назад мы говорили случай как вы могли бы не долететь до Энгельса кстати на военном по моему да самолете и в результате все-таки долетели и вот несколько дней назад мы об этом говорим и сейчас точно такая ситуация на гражданский аэропорт садится военный самолет да ну да всяко бывает в общем-то самолетами тут легче всего предсказывать потому что всегда что-нибудь случается тем более с нашими с российскими ну да видишь тоже куда-то не долетел представители западного военного округа подтвердили гибель гибель военнослужащего при строительстве железной дороги в обход украины по имеющейся информации за жизнь еще одного солдата сейчас борются врачи я так понимаю больший груз какой-то сдавал назад это двое попали под колеса военнослужащий один погиб второй в медицинском учреждении все как всегда не на рома говорят в армии бойся трех вв взрывчатого вещества военного врача и военного водителя не углядели два рабочих луганской тест подорвались на гранате гранаты я понимаю из-под от подствольного гранатомета и подорвая подорвались случайно потому что не разорвавшиеся боеприпасы вообще я представляю сейчас сколько в луганске и сколько в донецке этих не разорвавшихся гранат от подствольников потому что но часто я не знаю минимум 10 процентов не разрывается то есть вот если стреляешь на пересеченной местности то иногда до половины не разрывается потому что-то падает граната баллистической траектории и попадает в овраг падает но уклон до оврага и скатывается и все она не взрывается все коснулся боком если она не ударилась вот так как коснулся боком она уже не взорвется если кто-то и не дай бог подхватит наступит собак ей играть начнется эта штука бабахнет очень часто мы видели такое случается поэтому положено их там расстреливать снайпера расстреливать ну по-всякому уничтожает в общем-то и другим всяким образом которым нельзя то есть даже собирая есть такой даже вариант собирать их как-то там ну это США надо быть упулиным на голову что-то такое делать ну вот видишь вот подорвались в общем-то людей надо инструктировать таких случаев чтобы они знали что это это очень реально камера засняли как мать с двумя детьми прыгнула под поезд харьковского метро страшные кадры но слава богу все остались живы это удивительно мама с двумя девочками прыгнула под поезд и туда не прям папа под поезд попали отделались царапины боженька любит так что нужно наверное сделать выводы больше такой херней не заниматься в петербурге собрали ртути из-за которой эвакуировали школу на фотографии я не знаю оттуда не оттуда вот из-за такого количества ртути школу эвакуировали может это и правильно вот знаете сейчас по поводу этой ртути всякой такие гонки то есть если кто-то где-то разлил ртуть там просыпал ее это грамм какой-то да все бегают эвакуирует всех пылесосит все это там потом дезактивирует на самом деле ну ртуть конечно не такая вредная как пугают конечно если ложкой и есть то может быть проблемы я помню все детство играли с артутью мазали денежки у нас любимые занятия было брать медную монету но это ли в две копейки ли в 3 копейки вот из 3 копейки ты намазал то это они становятся беленьким таким и очень похоже если решкой положить на 20 копеек можно таким фальшиво монетическим путем школьном буфете чет купить себе вот у нас всегда руки в этой ртути были и 2 копеечная монета представлялась из себя сразу 10 копейки то есть можно было разводить там этих буфетчиц чем в общем многие занимались но они тоже все текли они проверяли поэтому вред прокатывал такая шуточка и насколько я знаю те люди которые амальгамы занимали занимались мы занимаются вот раньше в девятнадцатом восемнадцатом веке ну может даже еще в петровские времена крепостные убегали и как-то не не документов ничего у него нету этого крепостного и вот когда допустим исаакиевский собор строили в девятнадцатом веке то на работу брали таких крепостных не глядя ну и фиг с ним и и ставили такое первое место но у некоторых и последнее было это амальгаму делать то есть брать золото и ртуть смешивать это в каменной чашке ртуть растворяет золото потом нужно было брать тряпкой такой специальный наносить на железку и поджаривать на огне то есть чтобы ртуть испарялась а золото оставалось и все это вот такое так всегда ну покрывали купола собой такой человек который занимался этим каждый день по 12 часов обычно у него все волосы зубы там и все остальное вылезали где-то через полгода то есть вот он полгода купался в ртути и после этого у него наступали такие проблемы что либо переводили на другую работу либо он просто угасал и все поэтому ну не думаю я что это такие большие проблемы и мне кажется здесь страху больше чем реальность женщина погиба под винтом метеора прыгну с дворцового моста из питера очень много ужасных новостей вот этот непонятно то ли самоубийство то ли случайность просто прыгнул с моста решила искупаться я сразу вспомнил случай такой у меня был 80 в 98 году я поехал долгопрудной московской области да где в детстве я проживал с родителями и целью меня была взять камень который использовался для строительства мавзолея то есть кусок который там очень много кусков от мавзолея потому что там делали и вот я хотел купить там камень на могилу отцу поставить я собственно его купил и поставил вот именно от мавзолея так странно ну такое желание совершенно дикое такое осколок осколок такой советской эпохи и вот когда мы приехали туда там канал имени ленина а у меня с детства я не знаю картина такая осталась в глазах то ли я это видел то ли мне это приснилось что плывет мужик и из-за поворота там резкий поворот такой вылетает ракета тоже на подводных крыльях как иметь его тут пишет подвинут попал на не подвинут наверно все-таки подкрылий попал и значит его этими крыльями ну просто убивать вот это то ли я был очень маленький это видел то ли мне приснилось я не могу узнать и представляешь пришли на берег я чё-то сел закурил курил тогда а помощник разделся и поплыл вот он плывет и вдруг я вижу в глазах вот эту картину как ракета разрезает я как заорал сразу назад но не привык что-то включать мозги и обсуждать он привык тогда выполнять разворачивается сразу плывет назад и вдруг вылетает ракета вот как я видел и проходит она даже ближе того места где он был представляешь вот чудом выскочил вообще страшная вещь конечно на на крыльях метеоры ракеты кометы нужно иметь ввиду что разрежет и фамилию не спросит соратники пишут что в перми одна полоса для военных и гражданских самолетов но насколько ну да 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 просто здесь был упор на то что это международному аэропорту совершил посадку и нам привет передает юрий из города покров пишет ваши эфиры бальзам на раны спасибо спасибо вам юрий спасибо бетонный козырёк рухнул на мать с ребенком в петербурге да я говорю с питером как какой-то ужас на улице ярослава гашика вот нарочно не придумаешь оторвался бетонный козырёк упал на на маму и на ребенка ребеночка слава богу не пострадала женщина в тяжелом состоянии в клинике ну правильно бетоном шарахнул и это я к тому по поводу платы за капитальный ремонт и всякую остальную херню у нас как балконы обваливались по всему саратов так и обваливаются люди боятся ходить около домов недавно меня остановил не остановила шел со мной человек наш зритель и иногда встречаемся разговариваем на улице вот мы идем разговариваем и на углу комсомольской там где парни зарезали прям как это остановило я бы стоп стоим здесь только остановились и туда дальше по комсомольской куда я собирался пройти выпадает целый карниз ну правда деревянный второй этаж выше под крышей такой карниз поддерживает он полностью вот этот короб выпал и шлепнулся если бы я пошел туда конечно мы пошли по кому-то попало повезло вовремя остановились главное вовремя остановиться в казанском аэропорту девятилетней девочки зажало руку транспорт транспортерной лентой такой видишь вот эти ленты и не только у нас кстати вообще во всем мире как человечество транспортеры какие-то не может придумать безопасно пишет эскаватора тоже там вот несколько лет назад в Самаре женщину порвало в торговом центре сколько людей побило вот сейчас здесь девочки в казанском аэропорту руку поранило в общем как-то аккуратнее надо ну и везде должны конечно быть какие-то приспособление чтобы быстро выключать я всегда смотрю вот у этих транспортеров и эскалаторов где потому что как-то он сам был участником упал представляешь в детстве метро и у меня уже руку стал туда затаскивать отец успел выключить эскалатору так немножко поранился я так бы оторвал вообще по плечу наверное а поэтому я всегда посмотрю вот вижу где-то внизу какие-то кнопки не поймешь какого цвета красный черный там все ясно да там красная белая когда одна зеленая кнопка а другая синие это как и вот у них часто такое бывает 90 тысяч жителей астрахани остались без воды из-за ремонта канализации какая связь между ремонтом канализации и водой у граждан я понимаю что им же не пить да им купаться так что можно и из канализации подавать ну не ну я понимаю какая связь там все затопило все сломалось но смешно конечно интерфакс остались без воды из-за ремонта канализации сразу же вспоминаешь древний рим то есть каждый им же не пить они постирать как раз вот из канализации знаешь как в древнем риме стирали одежду в прачечных ночью собирали по всему рим да правильно и делали щелк такой то есть там такие отхожие места чтобы отлить они прям были у домов то подошел раз отлил она куда-то там стекает какой-то чан потом мужики прибегают рабы какие-то собирают все нормально на самом деле ничего удивительного я как человек который работал в сфере жкх по крайней мере саратовской могу сказать что абсолютно реальная ситуация в солнечном у нас было где так замечательно подключили новый дом что была цикличная система канализации который парт потом шла в краны причем вот кто представляет инженерию значит водосистемы случайно этого не сделаешь совершенно разные трубы это необходимы специальные насосы то есть все это приобрели и сделали так что кто-то смывает у себя в сортире а у кого-то из крана это все потекло и так вот это значит недель полторы по моему жире потому что как-то быстренько но не очень быстренько на переделали поэтому тут вот даже специально случайно так даже не сделаешь а специально надо очень постараться но все равно получается пишет мальцев снова всех спас так бывает чужие еще в этом долгопрудном самая смешная история была когда мы заезжали такие уставшие с товарищем заезжаем на входе стоит два на въезде молодых мента как раз переезд на этом переезде нас чуть не раздавили представляешь тоже еще одна история не буду рассказывать то есть одни истории и они нас останавливают а вернее я останавливаюсь сам и спрашиваю я так понимаю что это вот улица дирижабельная там я говорю мужики а дирижабельный завод где они меня вывели заставили дыхнуть ну там салай какие-то по 20 а я уж тогда взрослый такой товарищ под 35 лет да ну вот и поэтому я помню все детство там стоял этот эллинг дирижабельный такой с полуоткрытыми дверьми завод этот был и поэтому когда они такие я спрашиваю переглянулись такие ой нет но у нас же здесь один наш любимый депутат городской думы предлагал заводском районе значит поставить этот аэродром для дирижабли и пускать дирижабли в энгельс чтобы не строить новый мост вот такую форму переправы на заседании городской думы было то есть не где-то он там прикалывался на заседании сидела рассказывал что это очень рентабельно поиски старушки застрявшие полоте на алтае сняли на видео это старушка про которую мы вчера рассказывали но чего-то вот там много летает этот квадрокоптер но он что-то старушку не снял и вот поиски сняли старушку как нашли не снега да нашли сняли мужика в погонах который рассказывает что старушку нашли она вообще молодец она там в болоте застряла и как того бегемота вытащили ну старушку что-то не показали пенсионерка из самары заказала киллера убийство трех своих знакомых ну это вот опять та же самая херня про которую мы каждый раз говорит то есть бабушка старенькая ну не совсем старик 61 налетел на ментовского провокатора который наверное ну на им пожаловалось что женщины какие-то 40 46 60 лет ей чего там покоя не дают ну и тот на старуха давай убьем их ты чё вот деньги там давай мы их там ну как они обычно то есть просто бабку развели вот такой 11 номер барабанщик развел бабку и мы видим это постоянно происходит помочь того деда развели которого какие-то приезжие там какие-то азиаты позвоночник сыну сломали и он там везде высказывал что азиатов надо убивать его пригласили в кафе налили ему водки мига этот магнитофончик поставили чтобы он не увидел и стали спрашивать а как убивать и он стал давать советы как убивать азиатов по результате уехал в тюрягу писаешь то есть это вот такая же вот гнида я старушка вот это вот развела глупую совершенно потому что ну понятно что куда кому она закажет она позвонит в бюро добрых услуг если вот такой вот добрый не появится мент который просто вынудит ее то есть она в никого не остановил на улице слышь ты там убей троих туда-сюда она жалуется кому-то что он отвечает а чё давай убью вот чё она отвечает и все и вполне я понимаю как он действует берет быка за рога начинает давить и все она становится ведом и ее приводит вот прям за хобот приводит в тюрьму для чего для того чтобы поставить балку посадишь какие гниды обвиняемый в педофилии спорол себе живот прямо в суде ну там пишут что пытался покончить с собой я не знаю как вот при помощи бритвы можно так спороть живот чтобы с собой конечно он пытался просто внимание привлечь там что-то и не более того потому что если бы нужно было себя убить ему то он не делал бы это в суде в клетке рядом с этими приставами судебными со всеми остальными там у нас уже пора по вам открывать рубрику за самая парадоксальная попытка самоубийства помните этот полицейский который себе в горло из травматического пистолета стрелял лезвием живота сипуку сипуку делает себе лезвием надо был там этот пристав оказался японцем да и так белокожая судья в юар назвала групповые изнасилования особенностями культуры черных хорохири пишут хорохири это вульгарно но говорит сипуку хорохири это вульгарно да да видишь вот тут тоже судья говорит что там ничего страшного что изнасиловали это такая вот особенность культуры в южной африке как в том анекдоте прям получается можем а малчик виноват помнишь это так и здесь получается то есть там девочки виноваты дома подорвавшихся на кпп террористов сгорели в грозном тоже висами взяли дома вот все написали дома сгорели такие вот дома сгорели ну дома вот этих террористов которые в грозном все подорвали их сожгли конечно сто процентов сожгли родственники этих террористов пишут укрылись у соседей я не думаю что эти родственники поставок у них сожгли дома они будут довольны этим режимом если до этого у них может быть и не было общих мыслей с этими террористами ну всякое бывает там люди попали в какую компанию да и так далее то после того что они сейчас пережили я думаю что это стопроцентные враги режиме и чем больше таких будет вы крутасов тем больше злых врагов рейс american airlines отложен из-за профессора из сша решавшего уровень уравнений интересная ситуация профессор причем итальянец да решал какие-то дифференциальные уравнения женщина увидел что он делает какие-то непонятные для нее записки а еще выглядит как-то непонятно и вот попросила чтобы его задержали его там садили с самолета взлет остановили представляешь вернули в аэропорт ну вот выяснилось что такая вот фигня причем это итальянский профессор по экономике да да ну я и говорю то есть итальянец профессор по экономике писал кит формула а представляешь если бы это человек занимался логикой предикатов она вообще там сразу бы то есть его бы убили на месте ничего эти форму в этих формулах могли еще понять чё там написано сами вот эти фбршники да а вот если чё-то какой-то более такой предмет далекие никто не вопрос застрелить вообще гад но ему конечно повезло ему лучше если если вы иностранец и летаете на российских самолетах в россии то лучше не пишите никакие формулы тоже мне кажется запихали бы его в какую-нибудь каталажку нашу с бомжами и ждали бы там не знаю три недели пока приедет кто-то из консульства кто знает его язык чтобы ему что-то переводить но представьте вот саратове такая ситуация мне кажется здесь но на месяц бы застрял пока не на месяц ну застрял бы нормально да то есть пока пока переведут пока ему там зачитают все его права и а где он будет находиться вот с бомжами будет где-нибудь у нас сидеть елизавета вторая позволила себе крайне дипломатичные заявления в адрес китайской делегации как сообщил в среду газета guardian королева великобритании во время приема в букингемском дворце обвинила китайских дипломатов грубости для чуть лишь там записали на видео и елизавету записали она грубости обвинил китайских дипломатов и еще и камерона который назвал нигерия и афганистан коррумпированными странами то есть думаю что камера не работает и такой по этому поводу шухер а чуть нигерия и афганистан не коррумпированные что ли страны он чё собрал что нигерия и афганистан не коррумпированные просто аббас сачка конечно коррумпированные безумно коррумпированные как в общем-то большая часть этого мира а вот тут написали стишок а он тут куда-то убежал стишок слава мальцев враг режима давид вову без нажима критикуют нашу власть хочет срочно кремль попасть но не срочно а то 5 11 17 так что не срочно пока не срочно потому что такой вопрос он специально сказал мне нормально пусть творим не понравилось очень неплохо то есть она такой простенькой но со вкусом я по камеру на говорю может это вброс специально сказал ну нет может и вброс конечно ну может быть кстати то то есть кого не вижу что камера меня пишет кандидат мусульманин победил на выборах мэра ну это уже старая информация мы просто вчера не успели ее сказать да теперь мэром лондона стал мусульманин хорошо это плохо посмотрим в центре афин произошли столкновения протестующих с полицией нет тоже позавчера это все происходило там лишь в германии меркель нафиг хотят в афинах вообще всех хотят нафиг а вот в варшаве выходили то что тысячи недовольных поляков одни были недовольны 200 тысяч вообще то что там хотят конституцию менять и уничтожение основ демократии и так далее и вот только здесь никто не выходит никому ничего не нужно европе там 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 плохо люди живут ой поляки так плохо живут 240 тысяч был уж ну хотят наломать и причем вот российские смене же примерно так и преподносит что видите как плохо там какие то бунты какие там беспорядки и так далее то есть даже нет людей не у людей вернее вот у этих кисель тв нет понимания да что в этом то и есть очень то политический процесс то что есть какая-то политическая жизнь то что есть оппозиция есть есть какая-то да власть которые там может быть не идеально да то есть есть политический процесс а у нас политическое болото в россии да на самом деле сильно довольно сильно влияет особенно людей которые никогда не были в европе не понимают о чем речь канада вслед за сша если шила снять санкции с беларуси для очень хорошие решение теперь беларуси будет не под санкциями и лукашенко не диктатор и все нормально то есть лукашенко молодец он смог вместо своей задницы поставить задницу путина в общем правильно сделал переговоры глав мид россии сергея лавровой германии франк вальтера шстайнмайера в берлине начались шутки об этом рассказал официальный представитель российского внешнеполитического ведомства мария захарова на своей странице она кроме как про шутки чё-нибудь может рассказывать от захарова причем шутка знаешь какая вот я вам сейчас прочитаю это вот шутка так лавров шутит он говорит что штайнмайеру я думал мы будем говорить по существу они на камеры пошутил я обоссался настолько смешно и просто просто настолько смешно и лавров сказал что нормандская четверка хочет выполнение минских соглашений да и вот но заявил что киев не не желает проводить выборы в донбассе и значит вот не достигли еще прогресс по донбассу по его мнению ну и по мнению российской делегации но то что собирается это уже кстати прогресс потому что не я понимаю почему потому что путина сейчас крайне невыгодный процесс прекращать если путина было выгодно то сразу бы оказалось что украина что-то не хочет вообще и поэтому невозможно договориться ну сейчас точно это не нужно поэтому процесс идет соратники наши пишут по поводу шутки этого лаврова до ржали всем притону причем вот не факт то что через несколько месяцев путину будет также не обхани необходимо вот такое же состояние то есть продолжение переговоров там а не ухудшение отношений то есть может оказаться такая конфигурация его кубика рубика мы же понимаем вот как путин делает политику знаете вот возьмите кубик рубика я не умею его собирать этот кубик рубика никогда в жизни собирал вот если я буду собирать кубик рубика это будет та же самая политика которую делает путина то есть он смотрит так вот как по наитию разобрали вот куча здесь красный здесь там желтый синий какой зеленый и вот он там пытается вроде нормально а теперь вот так надо а теперь вот так на то есть нет стратегии есть мгновенная логика вот это вот логика момента здесь и сейчас больше ничего нет вот вот политика путина это кубик рубика которую не знает как собирать в этом парадокс чему мне говорят а вот пусть он такой хитрый что его трудно предсказать его трудно предсказать но попробую вот эту хернюся предскажи как от предсказатель я не знаю математика ни у какого мозгов не хватит чтобы это предсказать потому что там столько этих штуковин как они там сложатся захарова поинтересовалась у порошенко на каком континенте он живет да она вот поинтересовалась то есть они хотят чтобы с украиной были хорошие отношения когда вот какая-то захарова постоянно тяпкой на порошенко причем она при должности находится какой-то в гестапоской форме но которые они все ходят так смешно выглядят там черные формы с белыми этими гестапо сессовцы какие-то я не знаю кто это натворил него и вот в этой форме она там тявкой туда чуть ну причем ладно бы порошенко чет накосячил он сказал что его сторона создала одну из наиболее мощных армий на континенте и очень патриотично и чё тут такого но это его мнение на каком континенте живет а чё у украины не мощная армия что но если есть там не мощная армия то почему захарова еще не в киеве тогда так что все правильно порошенко сказал но лишь вот она же не может по собственному усмотрению действовать то есть у нее команда постоянно значит нужно оттягиваться лаять и так далее стараться как-то это делать с юмором как они его понимают ну как она понимает юмору лаврова и у нее такой же юмор такой то есть особенный юмор мидовцев и такой будет особая такая категория есть ну ладно не будет кокаиновый кокаиновый юмор как обидно кикобидно петр порошенко отменил визит великобритании за ситуации с избранием генкуркорова и неприятием законопроекта для сотрудничества с мвф в лондоне порошенко собирается принять участие в антикоррупционном саммите да собирался принять участие не поехал насколько я понимаю потому что с рады пытается решить вопросы это очень хорошо а представляешь какая прелесть то есть есть порошенко есть рада которые сама по себе то есть это правильно это разделение власть так власть организована есть правительство и здесь как власть организована только вот они никогда ничего там не могут договориться потому что они там в разные стороны тянут как лебедь рака и щука до этого особенности власти что если все тянут в одну сторону то тянут они в панаму были в этом вот парадокс власти если тянут в одну сторону значит народ тянут в яму бабки тянут в панаму и тянут нас в 19 век в рабство крепостничество вот куда тянут порошенко открыл памятник ясно вижу вельможному гетману мазепи да но это уже вот 9 мая информация была так что ну надо было об этом сказать что открыли памятник в полтаве мазепи такое конечно отношение неоднозначное православных христиан к мазепи потому что все-таки мазепа в отношении его до звучит анафема постоянно в православных церквях и поэтому само наличие в полтаве этого памятника участие но если допустим скульптору так николай белых который принимал участие при воссоздании там памятник ольги княгини там и какие-то другие но я не думаю что хотя тоже как-то этого может коснется а вот архитектор который там принимал участие зря вообще туда полез ну представляешь пол мира провозглашать там эту анафему человек кто-то ставит память будет хорошо вообще с какие за заслуги а за какие вообще заслуги поставим минут за предательство какие заслуги за то что он был гетманом ел с руки у петра потом договорился с карлом да ну так в общем то в те времена многие поступали так это было какая вот там где существовала московия княжества литовская русская и все это очень странно делилась почему потому что женились и выходили замуж друг за другом все это между собой было перемешано тут еще польша была которая тоже участвовала во всех этих мероприятиях поэтому как-то но с точки зрения исторической ретроспективы предательство такого формы она не считалась предательства вообще это как ну это не норма была конечно но если взять смутные времена в россии еще в плечи все было поэтому человек вот порошенко говорил о том что там мазепа стремился что-то там для украины как и большим многие казачьи полковники и гетманы да он решал свои вопросы прежде всего так тогда все не зря же он в турцию после всего я но я конкурцию для того чтобы не казнили но это историческая личность и поэтому как вот вы там ненавидите мазепу или любите вазе куда никак от исторической личности я отношусь к нему как части истории то есть и не ни коем случае себя не ставлю на место как как бы я вот повел себя на месте мазепа я был бы богдану хмельницким или мазепа мы же не не дети и не играем мы там богдан хмельницкого переславскую раду я просто в принципе не понимаю за какие такие заслуги потому что кроме того что предательство и того что ему пожаловали орден иуды он вроде особо ничем не отличился не спите не знаю я думаю что многие украинские националисты будут другого мнения не такого как не такого как у тебя но тем не менее то и другое мнение имеет право на жизнь неизвестный вертолет обстрелял усадьбу возле имени порошенко как-то странно то ли зажигательными каким-то снарядами забросали то ли обстреляли сразу вспоминается фильм заряженное оружие помнишь там когда стреляют по какому-то дому вылазит из-под обломков брюс вилли с флагом тут есть сгоревший они говорят это так вот такой-то дом номер такой-то такая-то улица он как нет вы ошиблись так и здесь вероятность того что ошиблись большая на самом деле видишь как интересные люди живут на вертолете прилетают и раз разборки устраивают очень красиво гайдар заявил об отставке ну это уже вчерашний да тоже информация гайдар уже работает у саакашвили помощником и в общем то почему надо про это сказать потому что все российские сми написали что под давлением антимайдана написала заявление на увольнение одесские националисты довели гайдар до заявления об увольнении прочую чушь просто вступил в силу закон по которому в этой должности человек не может работать имея двойное гражданство поэтому гайдар перешла на должность помощника где может иметь двойное гражданство представляешь какая прелесть и вот все российские сми и таз и таз написал под давлением антимайдана адвокат подтвердил выдачу савченко штрафа за незаконное пересечение границы выплату савченко штрафа за незаконное пересечение границы рф это сиу это вот тоже два дня назад уже информация такой сиу савченко заплатил штраф за то что ее притащили в россию это обалдеть не встать конечно но без оплаты этого штрафа и и не могут отправить на украину экстрадиции не может случиться я помню этот же момент когда у нас кармишина хотели задержать представляю что если они рассчитывали что он пройдет все в киеве все тогда был янукович и гибуха работал как у себя дома украине и они рассчитывали что он пройдет эти таможню пограничников а утропа они вот сло ставит и получилась такая интересная ситуация что его провожать пошли несколько сотрудников о бсе у которых была дипломатическая неприкосновенность а у него была охранная грамма то и вот когда они увидели что здесь камеры что ничего не сделать что сейчас людей просто ретировалась часть значит вы выпустили туда каких-то ментов которые бета вот вы нарушили границу украинскую за это вы должны в страв заплатить там 1800 гривен что тут же прям отсчитал они ему выписали квитанцию и сегодня день рождения надежды савченко да так что поздравляем от всей души поздравляем председатель меджилиса крымско-татарского народа мальцев в студии один из хабатников сидит нет у нас хабатников студии точно ни одного ни одного нет вильнюсе как раз в нашей студии вильнюсе сидит кто-то из хабатников председатель меджилиса крымско-татарского народа арифат чубаров призвал евросоюз усилить санкции против россии в частности ввести эмбарго на российскую нефть передает униан да еще по поводу свифт и так далее вообще не понимаю почему давно не ввели эмбарго и на нефть и на газ и на все остальное ну понятно почему потому что это никому не нужно потому что они очень хорошо между собой договариваются делят бабки и так далее в общем я думаю что это две руки одного тела число раненых при взрыве в турецком дьяр бакире возросло до 42 ну видишь там машинку какую-то подзарвали куча народ сейчас уже больше 42 там я не знаю сколько больше 50 уже человек пострадала классика в общем кто там это делает ну может быть курды может быть может не курды так что там проходят вот те террористические акты которые там случаются они прежде всего случаются в голове причем самый большой террористический от случился в главе эрдогана если вам как-то по-другому мыслил то наверное уберег турцию от вот такого кеморроя а его радикальный исламский подход ведет именно туда и никуда в другое место он привезти не может и будет еще хуже мальцев на украину не гони тебе здесь нет я жить собираюсь в россии во-первых а во-вторых на украине я точно не гоню ни в коем случае зачем мне гнать я просто говорю что люди которые в общем-то такие вещи делают они должны как просчитывать некоторые последствия которые может быть вот объективной такой реальности материальном мире не видны но они обязательно эти последствия в каком-то другом мире случаются да может какой-то параллельной реальности и отражаются на этом мире я не знаю как это работает я знаю точно что это работает поэтому это ни в коем случае не угроза это ни в коем случае не какая-то обида я говорю то что думаю я говорю что я так не стал делать ну просто постерегся определенной причины зачем мне на себе брать вековой геморрой да ну зачем как какое основание взять на себя многовековой геморрой поучаствовать но это как путин вот та же самая ситуация с путиным то есть он залез в войну которую тысячелетия уже ведут там на ближнем востоке и вообще в мусульманском мире то есть он занял чью-то сторону и начал начал в этой войне участвовать так что это неправильное понимание песков заявил что операция в сирии доведет российскую технику до совершенства операция доведет видишь вот люди не смогли довести люди не виноваты техника виновата а говорят дело было не в бобине распиздяй сидел в кабине так вот и и здесь понимаешь все я понимаю не очень хорошо организовано тем более что они рассказывают о том что вот эта война это способ проверить свою технику и мы уже говорили ну какой способ если бы они вытащили свои танки на под прохоровкой да получили вот эти вот танки где тут что тысячу танков с лишним сошлись и так далее стреляли друг в друга не болванками ну да это они проверили или они встретились где-нибудь в битве да там над европой в воздушной битве и там стреляли друг друг а здесь летают самолеты противника нет систем пво у противника нет самолет нет истребить бомбят каких-то людей совершенно спокойно стреляют в них из пушек на противнику ответить нечем на это они говорят мы вот тут на войне испытали это война вот то что там происходит от война с точки зрения вот летчиков которые бомбят ни фига себе там один только случай был столкновение с реальным противником это когда су-24 сбили то есть одна секунда 12 секунд если быть точнее все был один пилот мертвый другой пилот герой россии и самолет в дребезги все поработали и кстати совсем в тему последняя информация пока неизвестно насколько она достоверна но тем не менее многие российские в том числе сми написали что связист ранее служивший пскове погиб от пули снайперов сирии то есть я так понимаю значит он уехал на трехмесячную службу по командировке в сирию в пальмиру где его ранил снайпер тело погибшего было доставлено в воронеж где он проживал утром то есть сегодняшнего 11 мая но много нам сообщают о том что погибли люди там в сирии но я так понимаю что это гибнут не военнослужащие кого они смогли как-то вывести за штат и кто там выполнял какие-то функции по охране какие-то частные армии я не знаю кто там может быть в армии ваша раса давали ну было несколько сообщений если помнишь написали люди о том прям конкретно называли места где и когда пройдут похороны вот этих но и в общем то возникает вопрос к тем людям которые их же никто очень там под дулом автомата не заставляет но надеюсь что не заставляет наших военных я имею ввиду которые там подписывают документы что они там увольняются да по по контракту не от военные не подписывают это собирают бывших военных ну может здесь в общем общались с людьми которые служили там просто сопоставить нужно да мы видим как у нас вот этих грушников там уже год они там находятся и очень всем на них пофигу да только сейчас там эту савченко с ними хотят менять то есть просто сопоставьте как бы да нужно вам это или нужно за какие-то деньги ехать и общем-то потом вот так достаточно бесславно закончить свою жизнь чтобы потом еще сказали что вы никакой не военный вообще знать вас не знали тем более когда в россии столько банков да зачем ехать в сирию за деньгами когда в россии столько банков российские банки намного безопаснее аль-кайда призвал к единству джихадистов сирии но тоже лишь классика мы говорили об этом давным-давно что в конечном итоге исламисты будут между собой договариваться ну по-любому они раньше между собой договорятся чем с асадом там или с курдами или еще с кем-то нато заявил что крупный урожай мака в афганистане принесет талибам большой доход вот видишь какая интересная ситуация нато заявляет про крупный большой доход от крупного урожая в афганистане начинаются какие-то движухи что-то там на юге побеждают значит правительственные войска на севере начинается то что мы говорили то есть не побеждают они там на севере двое военнослужащих нато убиты в афганистане и тут еще интересная вещь такая произошла в душамбе с официальным визитом прибыл президент афганистана и там вот какие то вопросы приехал решать я не знаю какие вопросы решать нам написали похоже вы опять угадали ну то есть мы говорили что сайт идет снег на перевалках и все начнется вот прибежал экстренно президент афганистана к президент таджикистана договариваться при этом туда же премьер киргизии приехал в душамбе ну тут в общем по электроэнергии они приехали договариваться но мы понимаем какой электроэнергии мы понимаем что все что связано там с электроэнергией для пакистана афганистана и так далее это очень важно очень важно это менее важно чем общими силами дать отпор исламистам и джихадистам различным то есть мы видим путин встречается с каримовым вот только недавно причем отношения с узбекистаном не самые теплые но они тот прилетает мухой договариваться о чем-то приезжает к путину назарбаев на 9 мая тоже о чем-то договаривается да с рахмоном договариваются сейчас и президент афганистана и между собой все труд о чем они говорят они говорят а в раю только и говорят что о море они говорят конечно об исламистах джихадистах и о том что там случае кстати когда назарбаев приехал подумал вот самое такое прикольное стихотворение но песенка была помощь к нам приехал курбаши привез нам анаши да там анаша анаша да чего ж ты хороша такая песенка параллель прошла что к нам приехал елбасы и привез нам колбасы вот колбаса колбаса до черта хороша не катит что-то другое надо да у нас сейчас на этой жизнеутверждающей ноте да вот мятежного таджикского генерала сына осудили на 22 года помните митя что вот который был назаров там генерал поднял на сына осудили я так понимаю такой ответ чем берлину и таджикистане селевые потоки люди там погибли два человека так у нас вопросы да сколько у нас время у нас сегодня просто эфир будет телемост у нас будет телемост поэтому мы хотим чуть пораньше закончить что это половина без 25 хотя бы начать телемост поэтому не уходите после нашего эфира дождитесь телемоста будет интересно что касается вопросов сегодня много вопросов о будущем о судьбе мчс что в дальнейшем как будем реформировать мчс кто его возглавит но хотя бы по критериям да то есть какой человек должен возглавить мчс и мы знаем что нас смотрит достаточно много мчс ников и саратов и не только поэтому интересно было бы наверное послушать что с ведомством дальнейшем станет колбаса хораса пишут как да вот и с людьми как я бы даже не догадался колбаса хораса очень хорошо тени рождение надежды савченко мы уже поздравляли так и вам советуем во сколько телемост или мозг будет минут через двадцать с каким видом спорта заниматься сложно сказать каким видом спорта я не занимался и греблей занимался и стрельбой занимался чем-то не занимался на яхте ходит под парусом на крейсерской яхте эдельвейс так она называлась вопрос такой задает а воевать нужно и с какими странами воевать воевать нужно или не нужно это выясняется так сказать в процессе жизнедеятельности воевать нужно только тогда когда без этого уж совсем не обойдешься я так понимаю но этого не нужно бояться это однозначно то есть к этому нужно быть готовым потому что вся история человечества это история конкуренции народа но история войн вся история человечества это история войн поэтому может быть дальше будет другая история не знаю может не будет может быть будет тоже самое только другими средствами. Вот сейчас информационная эпоха, значит, и войны будут соответствующие, информационные. К ним нужно готовиться, к этим войнам. Это однозначно. Поэтому с какими странами, я не знаю, с теми, которые сами напросятся, прежде всего, от которых нужно защищаться. Воевать нужно для чего? Для того, чтобы защищаться. То есть вот с точки зрения, допустим, русского человека, ну, посмотрите, какая огромная территория. Есть смысл воевать за территорию. Это безумие. У нас людей должно быть такого количества, чтобы заселить эти территории. При таких условиях не сохраним нифига. Когда есть смысл воевать? Тогда, когда, в общем-то, могут нанести удар по тебе, реальный удар, а не тот, который придумал Путин. Ну, или когда могут просто захватить твою территорию, устроить рок-н-ролл здесь и так далее. Ну, желающих, по крайней мере, на сегодняшний момент, таких особых, кто бы проявлял себя, кроме Китая, нет. Даже Япония не проявляет себя, как милитаристская держава, хотя такой она является. И нужно их именно рассматривать. И в будущем, мы говорили об этом, что милитаризма там станет гораздо больше, и нужно к этому готовиться. А Китай вполне официально, если Жимин Жимлау пишет, что там в 55-м году нападет на Россию, в 55-м, в 35-м, в 25-м, в 15-м. Какая разница? То есть, если это официальная точка зрения, ну, нужно иметь в виду. Так. Тут в 95 я опять пролетел. У нас нет вроде. Почему угол за окном? А я не знаю, может быть, окно не закрыли, да? Так, кто еще? Какие там вопросы? Или все, или заканчиваем? Наверное, пора заканчивать. Денис Слав, как считаете, Россия в нынешнем виде имеет много черт фашистского государства? Черт очень много, но это не фашизм, это фальшизм такой. Обыкновенный фальшизм. То есть, у Путина даже фашизм фальшивый. Вот это особенность этого человека. У него все фальшивое. Патриотизм фальшивый, фашизм фальшивый. Что бы он ни строил, он думает, наверное, что строит такое фашистское государство, как ему хочется. А получается, фигня какая-то такая. Бумажные тигры, как обычно. Мальчик, как ты относишься к американскому Гитлеру Дональду Трампу? Да ну какой же Трамп Гитлер? Ну нет, ну такой заблудившийся товарищ. Он занимался, человек занимался бизнесом. Сейчас он вылез, он что-то от себя говорит, а у него нет сформировавшихся политических идей, у него нет никаких основ, у него какой-то кисель. И вот он попал в том, он думал, что он будет говорить, а ему будут аплодировать. А он говорит, там что-то сказанул, а его начинают порицать. А ему пиарщики говорят, да ты не то сказал. Надо вот что говорить. Он начинает говорить то, что он там любит Путина, да, народу не понравился. Потом он, надо с ним жестко, с Путиным, там и так далее. Что-то про женщин, которые аборт делают, что там надо тюрьму сажать. Народу не понравилось. Что-то с другой стороны и все. Но у него в голове была достаточно стройная система своего миропонимания. И он хотел ее, эту систему, перенести сюда, в народ. И вдруг ему начинают вот эти камешки вышибать. Про аборты, да ты что сказал, ты с ума сошел, бам, вышибли. Про Путина, ты что с ума сошел, бам, вышибли, бам, вышибли, бам, 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 бам. И вся эта система начинает стоять как колосс, да, а только не на глиняных ногах, а на одной глиняной ноге. Такой вот, а другая поджатая, и все. И сейчас это рухнет. И вот когда система миропонимания у него рухнет, у него сформируется другая система. Какая она будет, я не знаю, но та, которая должна быть, которую ему сформируют. И этим Трамп отличается от Гитлера. Гитлеру никто не формировал систему мировоззрения. Это была система, которую он сформировал сам. Да, там многие на это влияли, на формирование этой системы, да. Но он ее сам сформировал. А Трампу сейчас сформирует ту, которую вот надо. Атькин надо, помнишь? Атькин надо, систему надо. Время. Да, спасибо большое, что вы нас смотрите. Подписывайтесь на канал Артподготовка. Подписывайтесь на наш запасной канал. Обязательно регистрируйтесь на сайте. Волна перемен. Обязательно, потому что нужна помощь ваша будет очень, если вот как-то у нас это будет, такой холостой выстрел, будет очень неприятно. Потом будет совершенно, как бы, ну, я имею в виду у троллей, будет четкая позиция, видите, вот как бы за 5, 11, 17 год никто не хочет бороться. Давайте докажем, что мы хотим бороться за 5, 11, 17, зарегистрируйтесь на волне перемен и 28, 29 за меня проголосуйте. И тогда, в общем, все будет нормально. Такую печальную вещь, скажу напоследок. Нам написали, что когда вещает Мальцев, в мире грустит один виолончелист. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.